Лера Некрасова «Жизнь после смерти. Как это было?» Очень краткое предисловие. Как правило, любой рассказ начинается с описания жизни главного героя, потом следуют повороты сюжета и прочие приключения, а затем и развязка. В грустных книгах герой умирает в конце, в более оптимистичных — к финалу у него наконец налаживается жизнь. Но в этой истории не будет ни первого, ни второго варианта. Она начнется с того, что большинство людей считает концом всего, то есть со смерти основного персонажа, а завершится тем, что обычно бывает в начале, его рождением. Умирать в первой главе будет ничем не примечательный мужчина, проживший обычную жизнь где-то в южных штатах Америки. А в последней главе он же будет рождаться вновь, только уже девочкой и на просторах СССР. Как так получилось, что у меня остались эти воспоминания? С какой целью я решила ими поделиться? И самое главное, что такого важного я вспомнила, что решила написать об этом целую книгу? Обязательно расскажу обо всем в деталях. Первая часть — это целиком и полностью моя история. Это не художественный вымысел, и я ничего не приукрасила. Рассказываю точно так, как помню. Вторая часть — отвечу на три философских вопроса. Их задавали мне почти все, кто читал мой рассказ. Третья часть — небольшой рассказ обо мне, о том, как я все это вспомнила и как вообще вижу прошлые жизни. Четвертая часть — здесь я буду отвечать на самые популярные вопросы о жизни после смерти. Если в какой-то момент, возможно, уже даже с первой или второй главы вам покажется, что эта история, слишком необычная для того, чтобы быть правдой, можете воспринимать ее как фантастический рассказ. Скажите себе, что решите чуть позже, доверять этой информации или нет. А пока можно просто следить за приключениями главного героя и исследовать с ним новые миры. А теперь не буду больше испытывать ваше терпение и перейду к своему рассказу. Я думаю, всем довелось читать истории людей, которые пережили клиническую смерть. Многие из них описывали свет в конце тоннеля и встречи с умершими близкими. Но длилось это обычно недолго, потому что вскоре их возвращали в наш мир. Сейчас я женщина, а в прошлой жизни была мужчиной. Поэтому буду писать о себе в мужском роде, чтобы лучше передать свое тогдашнее состояние и мировоззрение. Смерть моя произошла довольно быстро. У меня давно были проблемы с сердцем, а потом случился инфаркт, и я умер почти мгновенно. Помню свое ощущение вылета из тела, это произошло в считанные секунды. Сначала я почувствовал, что сердце остановилось. Потом шум в ушах и что не могу вздохнуть. А затем почти сразу увидел себя со стороны упавшего на кровать. Меня, как ни странно, это не испугало. Первая мысль была, ну вот и все, наконец-то. Чуть позже меня нашли родственники, пытались даже как-то реанимировать, но это было бесполезно. Я все время находился возле них из своего дома и видел все события со стороны. Небольшая справка. Все знают, что в момент смерти человек навсегда покидает свое физическое тело. Однако помимо него у нас есть еще целый комплект тонких тел. И в одной из этих тел, самое близкое к земному миру, сознание и перемещается сразу после смерти. Это тело называется астральным. И именно в нем я оказался, как только умер. Астральное тело умерших находится в тонком мире, который называют астралом. Из астрала виден наш мир, поэтому можно наблюдать за земной жизнью, своим домом и близкими. Помимо этого, там у человека даже появляются некоторые суперспособности. О них пойдет речь дальше. Итак, новое состояние меня порадовало. Ощущалась какая-то свобода и легкость. Уже в первые часы я просек, что могу перемещаться в любое место по своему желанию. То есть стоит мне подумать о ком-то или чем-то, и я уже рядом с этим человеком или местом. Это меня так заняло, что в первое время я слонялся туда-сюда и навещал всех, кого мог вспомнить. Еще мое состояние очень облегчало уверенность в том, что сильно по мне никто не горюет и не убивается. Родителей не было в живых. Сын к тому времени был уже взрослым, и мы нечасто общались. А с женой я вообще разошелся много лет назад. К тому же все знакомые и друзья знали о моих проблемах с сердцем, поэтому никого не удивил подобный вариант. В своей новой форме я стал безошибочно понимать чувства всех людей, за которыми наблюдал. Выглядело это так. Я как бы подключался к ним и видел их ощущения со стороны. Мне интересно было узнавать, кто и как реагирует на известия о моей смерти. Кому-то было действительно жаль, а некоторые понимали, что должны испытывать грусть, но им сложно было выдавить ее из себя. Я посмеивался и думал, интересно, а что, если бы они узнали, я на самом деле рядом и наблюдаю за ними. Еще забавно было видеть в новом состоянии животных и птиц, смотреть на их чувства и ощущения. Я никогда раньше не задумывался о том, что чувствуют, к примеру, коровы или лошади. А теперь понимал, что у них тоже есть эмоции, правда, более простые и чистые по сравнению с человеком. Кстати, многие животные на моей ферме даже узнавали меня. В отличие от людей, у них не было закрыто видения более тонких энергий, и они реагировали на мое появление почти так же, как и при жизни, оживлялись и следили за мной взглядом. Помимо того, что я теперь видел чужие чувства и эмоции, изменилось и мое восприятие мира. В частности, зрение как будто расширилось по сравнению с прошлым. Если раньше я видел мир глазами, то теперь как будто всем телом. За счет этого увеличился и обзор, теперь он был полным, 360 градусов. Звук я тоже ощущал своеобразно, как волны, которые проходили по мне. Некоторые из них были приятными, а другие не очень. И в этих волнах было множество оттенков и нюансов, гораздо больше, чем слышалось при жизни. Одним словом, я стал глубже воспринимать мир. Как будто раньше я его видел нарисованным на картинке, а теперь он стал объемным. Я наблюдал не только людей и вещи, но и ту энергию, которая за ним стоит. И это было очень увлекательно. А вот мои собственные эмоции и мысли не сильно изменились. Разве что мне стало немного веселее, чем раньше. Во-первых, можно было не думать и не волноваться о смерти, потому что я уже умер. Во-вторых, радовала свобода и новые ощущения. И я даже не особо заботился о том, что меня ждет дальше, настолько меня захватило это новое состояние. Примерно так проходили первые дни после моей смерти, когда я в ожидании своих похорон слонялся по окрестностям и наблюдал за своими знакомыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова